Привет, Большой Элтон Шрайдер здесь. Я занялся сетевым маркетингом в 1972 году, это было очень давно. И в 1972 году я хотел зарабатывать больше денег. И вот что я делал. Я стал одним из самых упорных, трудолюбивых людей. Я ходил на каждую встречу, слышал все абсолютные истории, ходил на конвенции и тренинги. И в конце одного года и десяти месяцев, после всей этой упорной работы, я решил посмотреть на свой прогресс. И в конце года и десяти месяцев выяснилось, что у меня ноль дистрибьюторов, ноль клиентов, и вся эта упорная работа была напрасна. И за это время я выучил один очень важный урок. И этот урок звучит так, что упорный труд никак не связан с вашим успехом в сетевом маркетинге. Поэтому, если вы упорно сейчас работаете, остановитесь. И просто посмотрите, может быть, есть какой-то способ намного лучше преуспеть в сетевом маркетинге. Итак, год и десять месяцев я работаю. Мне потребовалось так много времени, чтобы убедиться, что упорный труд никак с этим не связан. А сейчас я зарабатываю в десять раз, а может быть, даже в сотни раз больше денег. Но вопрос в том, что я и такие лидеры, как я, они что, больше работают? Может быть, у них больше 24 часов в день? Может быть, 240? Наверное, есть какой-то ключ к успеху, помимо упорного труда. Вот что случилось. В конце года и десяти месяцев ко мне подошла жена и сказала, «Дорогой мой, у меня беременность, ребенок номер два. Как бизнес мог бы пострадать?» То есть, она была достаточно разочарована тем, что у меня до сих пор бизнес не приносил доход. И она мне сказала, что, наверное, тебе надо устроиться на дополнительную работу, чтобы зарабатывать деньги. И я пришел к своему спонсору и сказал, «Всем нужны чеки, скажи мне, пожалуйста, что делать?» И спонсор сказал, «Знаешь, тебе нужно быть самим собой». И я пошел, стал самим собой, и никто не вступил. Я пришел к своему спонсору еще раз и сказал, «Слушай, что же мне нужно делать? Мне же нужен чек». И он мне сказал, «Тебе надо усовершенствовать свое отношение к жизни». Мне было 25 лет тогда, и я подумал, «Да, мне нужно усовершенствовать свое отношение к жизни». Я пошел, начал работать, усовершенствовал все, и ничего не произошло, ничего не изменилось. У меня было отличное отношение к жизни, у меня была мотивация, но никто не вступал. И тогда я вернулся к своему спонсору и сказал, «Что мне делать?» Он сказал, «Слушай, поставь перед собой цель, большую цель». И я поставил огромную цель, и что ко мне вступает огромное количество людей, и все равно никто не подписался. Потом он мне сказал, «Надо быть более мотивированным, или более позитивным, или еще сильнее верить в бизнес». Постоянно повторять какие-то аффирмации, петь песни компании, постоянно руками хлопать с донлайном. И вот мы такие вот неудачники собирались все вместе, друг друга воодушевляли, но ничего не происходило. Если вы сейчас смотрите это видео, то есть одна вещь, которую я хочу вам рассказать. Хорошие отношения, хорошая сильная уверенность в вашем бизнесе, постановка целей, быть позитивным, работать над вопросом, зачем, до тех пор, пока не заплатите, убеждать себя, что вы тигр и у вас зрение орла. Это никак не связано с успехом сетевого маркетинга. Самосовершенствование делает нас лучшими людьми. И я очень сильно верю в самосовершенствование. Это хорошо. Самосовершенствование делает нас хорошими людьми, но не зарабатывает нам денег. Для того, чтобы зарабатывать деньги, нам необходимы какие-то навыки, знать, что говорить и что делать, в точности. Поэтому запомните. Самосовершенствование делает нас хорошими людьми, но не делает нас богатыми людьми. Нам нужны навыки, которые помогут нам продвинуться в коммерческом плане лучше. А что такое навыки и что я имею в виду? Это вопрос, как разговаривать с людьми. Смотрите, в социальном аспекте мы можем разговаривать с людьми. Привет, как дела, как погода и так далее. Но если мы поговорим о коммерческой стороне вопроса, о бизнесе и продуктах, которые мы продаем, нам необходимы навыки. К сожалению, когда мы вступаем в сетевой маркетинг, у нас навыков практически нет. Это не наша вина. Что, кто-то обучает в школе этим навыкам сетевого маркетинга, или родители нас этому обучают? Когда мы вступаем в сетевой маркетинг, мы просто приходим как очень позитивные, очень мотивированные идиоты. Мы делаем и совершаем и повторяем одни и те же ошибки. Вот какие навыки нам надо узнать. Если посмотреть с точки зрения перспективы и навыков, я хочу вам вопрос задать. Вам необходимы навыки для того, чтобы делать свою работу? Да. Вам нужны навыки, чтобы быть хорошим спортсменом? Да. Вам нужно иметь навыки, чтобы водить машину? Да, конечно. Нам необходимы навыки для всего, в том числе для того, чтобы вести сетевой маркетинг с коммерческой точки зрения успешно. Поэтому я вам задам вопрос. Какой бы навык вы хотели узнать первой? Давайте предположим, что вы хотите научиться водить машину. И я в Англии могу вам сказать, что вам потребуется несколько тысяч фунтов потратить на то, чтобы научиться этому. Но если вы молодой человек в Англии, и вам 18 или 19 людей, вы приходите к родителям и говорите, «Папа, мама, я так хочу научиться водить машину. Дайте мне, пожалуйста, денег, чтобы я пошел на эти уроки по вождению. И я хочу ездить на этой машине, ездить по магазинам, посещать своих друзей. Это полная свобода». И вот я готов вложить эти деньги и вложить это время. Шаг номер один. Что они изучают? Вопрос, как водить машину. Вначале нужно, наверное, засунуть ключи в зажигание. Или, может быть, что это за звуки странные, когда вы переключаете ручку скоростей. Или, для чего важен руль. То есть, люди на самом деле получают базовые навыки того, как водить машину. Шаг номер один. Научиться тому, как водить машину. Шаг номер два. Найти машину, которую вы будете водить. Итак, если вы получили навык, как водить машину, то, может быть, у вас будет навык водить большинство машин. Ну, давайте я вам задам вопрос. А что, если бы вы пропустили шаг номер один и сразу бы прыгнули на изучение шага номер два? Схватили машину и просто поехали. У вас нет никаких навыков. Вы просто садитесь с голыми руками и давайте посмотрим, что произойдет. Вы врежетесь. Вы вылезете из машины и потом скажете, «Боже, какая тупая идиотская машина». И берете новую машину. Но так как у вас еще нету навыков, следующая машина тоже врежется куда-нибудь. И вот вы дальше идете и покупаете очень классную тачку и тоже ее разбиваете в дребезги. Каждая машина, в которую вы сядете, вы ее разобьете в дребезги обязательно, потому что у вас нет навыков, как вести машину, как засовывать ключи в сжигание и так далее. Вы будете разбивать ее. Вы всегда будете ограничены сознанием, что все машины во Вселенной должны водить себя сами. Если бы так было, но это не сказка, так не бывает. Теперь подумайте о вашем сетевом маркетинге, о вашем бизнесе. Шаг номер один. Шаг номер один – научиться, как говорить с людьми. Научиться вещам, что говорить и когда говорить, как проводить презентации. Или как проводить двухминутную историю. Или как обращаться к подсознанию людей. Или как завершать сделки. Или как использовать ледоколы. Использовать эти великолепные первые фразы. То есть, как начинать первое предложение, первый разговор. Вам необходимы совершенно основные базовые навыки того, как разговаривать с людьми. Как доставить ваше сообщение прямо внутрь мозга вашего потенциального клиента, чтобы они сразу поверили тому, что вы говорите. После этого вы можете перейти на шаг номер два – найти кого-то, с кем поговорить. Найти людей, с кем можно поговорить, мы можем на Фейсбуке. Вы можете через наших друзей найти новых людей. Или человека, кому вы дали образец. Или провели какую-то рекламную кампанию. Все эти вещи связаны с тем, чтобы найти людей, с кем нужно поговорить. Это шаг два. Но теперь вопрос. Допустим, что бы произошло с вами, если бы вы повторяли то же самое, что делал я? Год и 10 месяцев я не знал, как разговаривать с людьми. Я просто засунул голову прямо туда, в чашу, и просто разговаривал с людьми, не зная, как с ними говорить. Естественно, я получал один и тот же ответ – нет. Мы, сетевики, очень часто сразу прыгаем с наскока и стараемся людей подписать, не зная, как с ними разговаривать. Подумайте вот о чем. С каждым человеком, с кем вы говорили, вы говорите о продукте или вашем сервисе, и каждый человек хочет зарабатывать дополнительные деньги. То есть, смотрите, мы оказываемся тем человеком, который предлагает людям дополнительные деньги, дополнительный сервис, отличный продукт, и они в конце говорят – нет. Смотрите, у нас есть продукт или сервис, мы его предлагаем. У нас есть деньги, мы предлагаем это, и в конце нашей презентации они говорят – нет. Что-то смысла не вижу в этом. Но смотрите, что произошло. Большинство людей, с кем мы поговорили, они уже были в предпродажном состоянии. Они хотят бизнес дополнительный, они хотят продукт. Но мы их отговариваем во время нашей презентации только потому, что мы говорим что-то не так, и мы полностью разрушаем наш собственный велосипед. И после того, как вы поговорите с тысячей людьми, людей, вы просто разрушите свой бизнес, просто говоря не те вещи. Поэтому я вам предлагаю, давайте перед тем, как вы начнете физически разговаривать с людьми, немножечко подумаем о том, как с ними нужно разговаривать. Потому что шаг номер три заключается в том, что вы приглашаете волонтеров и говорите им, что, ребята, вот такой бизнес, вы их учите тому, как этот бизнес вести, обучаете их продукту, обучаете их компенсационному плану. И вот так работает сетевой маркетинг. Вы работаете с волонтерами. Если вы не берете волонтеров, а просто пытаетесь продать, втюхать любым способом товар вашим людям, то совершенно не важно, что будет происходить. Вы их затаскиваете, вы их убеждаете, а потом, как только они уже купили один раз, и вы их покидаете, они уйдут. Поэтому сегодня я хочу вас научить системе из трех шагов, которая действительно, действительно приносит большие-большие результаты. Все сводится к трем шагам. Шаг номер один. Самый важный шаг. Научитесь разговаривать с людьми. Узнайте, как надо с ними говорить. Потому что, как только вы это научитесь делать, второй шаг, он уже сам о себе позаботится. Найти людей элементарно будет после этого. Если вы решите вопрос, как разговаривать, как продавать, то уже второй шаг будет совершенно не важен. Шаг номер один. Как разговаривать? Второй. Находить людей. И третий. Принимать волонтеров и научить их тому, что делать. Итак, все, что вы делаете в сетевом маркетинге, всегда подпадает под одну из трех вот этих категорий. Смотрите, вы сейчас, наверное, говорите, это достаточно просто. Я могу это делать? Это достаточно имеет смысл? Так, как же мне узнать немножечко больше о шаге номер один? Как говорить с людьми? Вот мое предложение. Мой спонсор, к которому я обращался, он не знал, что говорить и что делать. И его спонсор тоже не знал. Поэтому я пошел и начал искать людей. И нашел курс, который мог мне дать немножечко информации о том, как разговаривать с людьми. И вот после этого курса что произошло? Мне там сказали, «Большой Эл, вот почему ты не можешь никого спонсировать в этом бизнесе? Ты уже год и 10 месяцев все здесь копаешься, и все время что-то делаешь, и никто не поступает. И ты не знаешь почему». Я сказал, «Я живу в городе, в котором очень холодно, и там вина. Все время зима. Люди не хотят приходить, негде запарковаться. Поэтому люди просто не хотят приходить на встречи. А на следующий месяц будут рождественские праздники. Люди не хотят ходить на презентации на рождественские праздники. Люди идут по магазинам, покупают друг другу подарки. Им совершенно не важно покупать мои продукты. И потом, ну зачем им все это объяснять? Они и так очень заняты, они не хотят продавать. А потом машина едет очень далеко, и так далее, и так далее, и так далее. Куча отговорок. Мне сказали, «Большой Эл, это правда?» Что другие люди в твоем городе получают бонусные чеки и не подписывают никого? Я сказал, «Да». И тогда мне задали вопрос. Смотри, другие люди, у которых есть большие бонусные чеки в этом городе, и они подписывают людей, у них та же погода их окружает? Я сказал, «Вообще-то, да». Я сказал, «Та же компания, те же продукты?» «Да». «Та же цена на продукты?» Я сказал, «Да». Смотри, та же территория, тот же город. То есть, все на 100% было таким же. Но почему-то эти люди зарабатывали огромные чеки, а я никаких. То есть, смотри, есть все абсолютно то же самое, за исключением одной вещи. За исключением одной вещи. Люди, которые получают большие чеки, они просто выбирают другие слова, когда они говорят с другими людьми. То есть, смотри, они говорят с теми же людьми, но говорят что-то немножечко почему-то по-другому, потому что они имеют какой-то навык, и люди вступают к ним, пока ты тратишь свое время на отговорки. И вот в этот момент я понял. Я должен изучить шаг номер один, чтобы начать свой бизнес. И вот что я сделал. Единственная разница, единственное отличие между людьми успешными и неуспешными в сетевом маркетинге заключается в том, что успешные люди знают какие-то навыки, обладают какими-то навыками с первого шага. Давайте я вам дам пример, чтобы вы поняли, насколько это просто. Давайте предположим, что мы с вами на встрече. И вот во время этой встречи я проголодался, я иду вниз в гостиницу, в ресторан, ко мне подходит официантка и говорит, «Слушай, а что бы ты хотел заказать?» И я думаю, «Ох, гамбургер, френч фрайс, макароны с сыром, салат, кока-кола». И она мне приносит мою еду. Я получаю свою еду, начинаю ее есть. И тут я хочу сходить в ресторан. И я в этот момент думаю, «Боже, какой ужасный бизнес! Никто не хочет вступать, никто не хочет заплатить деньги. Это ужасно!» Но вы немножечко знаете о навыке номер один. То есть, вы сходили в тот же ресторан, что и я. Вы были в том же ресторане, сели за соседним столиком, и там была та же официантка, и она задала тот же вопрос. И этот человек задал вопрос, «Вы открыты для обсуждения или вы замужем за вашей работой?» Этот человек говорит, «Вы что, замужем за своей работой или у вас открытый разум?» Он сказал, «Конечно, я открыт для предложений. Я же не собираюсь быть официанткой всю свою жизнь. Ты о чем говоришь?» Этот человек говорит, «Слушай, не могу сейчас с тобой говорить, у меня очень важная встреча». «Не-не-не, поговори со мной сейчас. Я открыт для предложений. Я не хочу быть официанткой всю жизнь». «Не-не-не, подожди, это не твое время». «Ну тогда, когда мы можем поговорить?» «Нет, давай я тебе дам мобильный номер телефона, ты мне позвонишь. Через час-пятнадцать я закончу. Может быть, я тебе могу что-то дать, какие-то брошюры, какой-то компакт-диск?» Она говорит, «Ну, когда мы можем поговорить?» «Когда мы можем поговорить?» «Смотрите, в том же ресторане и подумали, какой ужасный бизнес, ничего не получается». А этот человек думает, «Боже, я даже поесть нормально не могу». Люди все время просят меня о том, чтобы им проводили презентации, все время просят в мой бизнес и так далее. То есть, два разных человека. Вопрос к вам теперь. В чем была разница? Разница была вот в чем. Вы сказали вот какие слова. «Ты замужем за своей работой или открыто к предложениям?» Десять с половиной слов. Вот и вся разница. Десять с половиной слов, но вы оказались на самой вершине, и куча людей приходит в ваш бизнес и вы зарабатываете деньги. В то время, как другая куча людей находится внизу, очень много упорно работают и никуда не продвигаются. Итак, слова, которые мы говорим и навыки, которые мы должны изучить. Сейчас и вы, и я, мы знаем, что мы должны говорить другие слова, но ваши дистрибьюторы этого не знают. Поэтому, как мы знаем, как мы можем узнать, что наши дистрибьюторы этого не знают? Они разрушают свой бизнес, потому что говорят совершенно не те вещи. И когда они к вам приходят и говорят, спонсор, я поговорил с моими родственниками. О, я поговорил с моими друзьями. И мои родственники сказали, нет, мои друзья не заинтересованы. О, спонсор, пожалуйста, помоги мне найти хороших клиентов. Помоги мне найти людей, которые хотят вступить под меня. И когда они говорят это, вы должны им сказать правду. Честность как раз в том, что вы посмотрите им в глаза и скажете, знаешь, если твои друзья и твои родственники просто им не понравилось то, что вы сказали, то незнакомцам что понравится, вы должны найти не тех людей, которых вы хотите разрушить, а немножечко изменить ваше обращение. Вопрос не в том, чтобы находить людей. Этот бизнес не в том, чтобы находить правильных клиентов, а в том, что правильно нужно говорить. Вот какую историю я расскажу. Представь, что я одинокий человек, и я прихожу к вам на вечеринку, и я в поисках своей второй половины. Я вижу кучу молодых девушек, к одной подхожу и говорю, и спрашиваю, слушай, а сколько тебе лет на самом деле? Или, а сколько ты весишь? А это у тебя настоящие зубы или нет? А каким цветом ты красишь свой волос? Оу, ты не беременна? Ты так много съела? Вопрос, сколько дней я протяну? Наверное, нуль. Все эти женщины, все эти девушки будут очень-очень расстроены мной. И вот я прихожу домой, и звоню вам по телефону и говорю, слушай, я был на вечеринке, но там не было ни одного потенциального клиента, и я никому не понравился, ни одной из этих девушек, поэтому спонсор, помоги мне, пожалуйста, найти новую вечеринку, где я найду хороших потенциальных клиентов. Вопрос, что произойдет на следующей вечеринке? То же самое. Они будут мне говорить нет, потому что я говорю не те слова. Но вопрос к вам. Возможно ли кому бы то ни было пойти на ту же самую вечеринку и найти там себе свою вторую половинку? Да, потому что они используют другие слова. То есть вот эта история может полностью изменить сознание людей, чтобы они наконец-то осознали, что наша задача говорить правильные вещи. Дело в том, что все наши потенциальные клиенты, они при продажном состоянии уже находятся, они хотят дополнительные деньги. Однажды ко мне подошли три молодых человека и сказали «О, мы так рады, что вы здесь. Мы уже восемь месяцев пытаемся заставить людей вступить. И все люди, которые мы разговариваем, все нам говорят «Нет, у них какая-то неправильная установка. Они очень ленивы. Они не хотят продавать. Они ничего не хотят делать в бизнесе. Они слишком заняты. Вот так тяжело для нас найти правильных людей с правильными моральными установками». Я посмотрел людям этим в глаза. Одному было 23, другому немножко старше. Я сказал «Слушай, увольняйся». «Увольняйся». «Не, мы не хотим». «Не, увольняйся». «Все, останови эту боль. Восемь месяцев ты мучился. Просто увольняйся». Что ты имеешь в виду? Знаешь, ты вот ходишь и ищешь хороших потенциальных клиентов. Вы ищете кого-то, не очень-не очень доволен своей работой. Может быть, немножко хочет делать дополнительного бизнеса. Может быть, сетевой бизнес. Может быть, можно бы разговаривать с людьми. То есть, вы ищете этого идеального потенциального клиента. А таких существует в мире всего два человека. И оба эти мужчины вступили в сетевой маркетинг 10 лет назад. Поэтому лучше увольняйся сразу. «Уволятся?» «Да, увольняйся». «Но мы же не хотим этого делать». Я сказал, ну, смотри, ситуация следующая. Вы ищете этих идеальных потенциальных клиентов, а их не существует в природе. А что вам нужно делать? Это научиться навыкам, как менять их подсознательные установки. Из установки, что «О, наверное, я не хочу», в установку «Да, я хочу делать этот бизнес». И вот пока вы не научитесь этим навыкам, которые изменят их сознание, пожалуйста, до этого момента можете увольняться, пейте пиво, валяйтесь на диване. И вот они в какой-то момент поняли. То есть, пока мы не выучим этих навыков, мы будем обречены просто пить пиво. Они сказали, «Окей, мы будем пить пиво». И уволились. Я себя почувствовал плохо. И примерно 15 минут спустя, после того, как я начал свою школу, я видел, что они сидят в дальнем углу комнаты и развлекаются. И я тогда подумал, что, может быть, если бы я им сказал, что еще 8 месяцев потерпите, может быть, у вас что-то произойдет. Но на самом деле я подумал, я их освободил от этой боли еще дополнительных 8 месяцев. Я на самом деле им очень помог. Пусть пьют пиво и развлекаются, как хотят. Но мы никогда не будем успешными, пока не научимся шагу номер один. И наша жизнь будет полна разочарования. Поэтому, если вы сейчас смотрите это видео, пожалуйста, сконцентрируйтесь на навыке номер один, как разговаривать с людьми, потому что именно это повлияет на всю вашу жизнь. Итак, давайте начнем с одного маленького навыка, шаг номер один. И вот когда ко мне кто-то приходит и говорит, и у меня не с кем разговаривать, никто не заинтересован, что же мне делать и что же мне говорить. Я говорю, навык называется ледоколы. Давайте поговорим о ледоколах. Для нас очень просто, легко разговаривать. Привет, как дела, как погода. Но если мы хотим в нашу презентацию привнести коммерческое послание, это тяжело. Представьте нового дистрибьютора. И он ужинает вместе со своей сестрой. Они кушают, кушают, кушают. И в какой-то момент он говорит, мне надо поговорить о бизнесе, надо поговорить с моей сестрой. Так что же мне нужно сказать, чтобы моя сестра заинтересовалась? И вот он ест, ест, ест и говорит со своей сестрой о погоде. Ням-ням-ням. О работе. Ням-ням-ням. Говорят о путешествиях. Ням-ням-ням. О политике. Ням-ням-ням. О, поговорим о спорте. Ням-ням-ням. Опять о погоде. Ням-ням-ням. И в какой-то момент дистрибьютор понимает, что никогда не произойдет такого времени, когда... О, братишка, ты вообще вступил в какой-то бизнес, о котором ты хочешь мне рассказать? Они никогда этого не делают. Так вопрос, кто же должен поднять вопрос о бизнесе? Новый дистрибьютор. И вот то, что они говорят, когда они начинают эту тему, на самом деле влияет на все. Так что же можно сказать? Мне надо что-то сказать. Ням-ням-ням. Но если я скажу что-то глупое, О, это же будет ужасно. Если я скажу что-то тупое, моя сестра скажет, О, пересядь на другую сторону стола. Или, О, может, сестра скажет, Никогда больше не проходи ко мне. Или, О, говори с моей рукой, мне неинтересно. Или моя сестра может сказать, Ты больше мне не брат. Ты вообще на самом деле, мы тебя усыновили. И вот страх перед таким отказом настолько сильный, что дистрибьютор боится вообще что-то говорить. Поэтому он решает, что лучше вообще о бизнесе не говорить. Когда ням-ням-ням, что сказать, что сказать. Ах, может быть, ваш дистрибьютор очень мотивированный, у него отличное отношение, он действительно хочет действовать, ему нужны деньги. Поэтому что же мне сказать? Мне надо что-то ей сказать. Мне надо быть храбрым. Что же мне сказать моей сестре, чтобы представить мой бизнес? Дистрибьютор поворачивается к сестре и говорит, «Эй, сестрица, ты хочешь быть дистрибьютором?» Уродство, правда? И, конечно же, новый дистрибьютор получит отказ. Но я это использую в качестве примера, потому что таких тупых вещей в жизни мы не делаем. Но иногда нам приходится быть храбрым и что-то сказать. Ну, хорошая новость вот в чем. Если мы скажем что-то хорошее, что скажет тогда сестра? Она к нам наклонится поближе и скажет, «О, расскажи еще поподробнее». Нам нужно сказать что-то классное, чтобы наша сестра обязательно клонилась к нам и сказала, «Расскажи, пожалуйста, о своем бизнесе». Давайте представим, что мы рассказали что-то классное, и она говорит, «О, расскажу побольше». «Не, не, я закончу ужин, и тогда». «Не, расскажи сейчас». «Слушай, ну, я тебе расскажу прямо сейчас». Это было бы здорово, если бы наша сестра была волонтером и требовала этой презентации. Так что же мне ей сказать? Давайте я вам дам парочку примеров, чего нельзя говорить. Я, конечно, знаю, что они не работают, потому что я их раньше говорил. Вот я ем, ням-ням-ням, поворачиваю сестре и говорю, «Я за ним работаю в глобальном поиске предпринимательских талантов. Мы через различные источники дополнительных доходов зарабатываем деньги». Что скажет моя сестра? Какой-то странный, сумасшедший разговор. «Ты не мой брат, отдай мне моего брата, ты так не разговариваешь». Или, может быть, я попробую этот подход. «Эй, сестра, ты знаешь, ты знаешь, сейчас в экономике большущие, огромные проблемы. И люди теряют работы, распадаются семьи, и нет больше пенсий, и нам нужно больше заботиться о своем будущем» и так далее. Я предполагаю, что если она смотрит новости, то она уже эту историю слышала где-то. И мой рассказ очень скучный. Но, может быть, вы одушевлены вашим продуктом или вашей возможностью. Поэтому давайте попробуем использовать немножко другую фразу. «Эй, сестра, я стал дистрибьютором замечательной компании замечательного города, замечательный президент у нас, он ходит по воде, это просто замечательный человек, замечательная семья, у нас замечательный продукт, все так замечательно, замечательно, замечательно». «Что сестра в этот момент думает? Ты, наверное, в какой-то странный культ вступил. А ну-ка, не подходи ко мне, не двигайся, это не для меня». То есть, это вещи, которые мы, наверное, не должны говорить. Но что же нам сказать? А как насчет вот чего? Что-то, что звучит похоже на это. «Эй, сестра, я только что узнал, как можно получать дополнительный чек ежемесячно. И если ты хочешь узнать как, то дай мне знать, а пока передай пиццу». Что скажет сестра? Если моя сестра заинтересована, она скажет, «О, дополнительный чек, это неплохо, расскажи мне немножко побольше». «Не, я тебе после ужина расскажу». «Не, не, не, я сейчас хочу, дополнительный чек хочу сейчас». «Ну, слушай, после десерта». «Нет, скажи сейчас». Итак, эта проблема, хорошая проблема, невероятно, она меня умоляет, чтобы я ей провел презентацию без всяких отказов. Великолепно. И вы знаете, всегда очень хорошо себя чувствуешь, когда люди просят вас провести презентацию. Что было бы легче для вас? попросить 50 человек прийти к вам на встречу или наоборот, если 50 человек будут просить встречу вас? Знаете, намного проще второй вариант. Мне проще, если моя сестра просит меня рассказать ей, провести презентацию. Если вы говорите эти слова, я только что узнал, как можно получать дополнительный чек ежемесячно. Если тебе интересно, я тебе бы буду рад рассказать. «А пока просто передай мне пиццу». Если бы она не была заинтересована, она бы сказала, «Она бы просто передала мне пиццу. Никаких отказов, никаких плохого самочувствия, и все счастливы, потому что я получил дополнительный кусочек пиццы». Все просто. Поэтому вот ваша маленькая формула, которую вы можете использовать и продвигаться на шаге номер один. Вы говорите, «Я только что узнал». И после того, как мы произносим «я только что узнал», вы замораживаете их мозг. Вообще мозг любого человека, потому что людям интересно знать, что же вы узнали. То есть они хотят узнать о преимуществе, которое кроется за этими словами. Но вот что мы должны сказать после преимущества. Если ты хочешь узнать, как, я буду рад тебе рассказать. «А пока, расскажите что-то, что пока». Поэтому давайте теперь воткнем сюда какие-то преимущества и попробуем посмотреть, насколько легко использовать эту формулу. Может быть, вы хотите мне сказать, «А, у меня и сестры-то нет». Но если вы хотите говорить с кем угодно, на работе, вы можете вашему коллеге, например, сказать, «Эй, Джим, я только что узнал, как уволить нашего босса». Если хочешь узнать, как, я буду рад тебе рассказать. «А пока пойдем по кофе дернем». Что скажет ваш друг? «Слушай, это будет очень длинная кофейная пауза. Расскажи мне, пожалуйста, сейчас». То есть они вас будут просить провести вам презентацию без отказа. Правда, легко? «А что, если вы хотите мне сказать, «Ну, я не хожу на работу, я вообще молодая мама и разговариваю с молодыми мамами?» Ну, вы можете сказать молодой маме, «Маш, привет!» «Я только что узнала, как мы можем оставаться с нашими детьми дома и получать дополнительный чек». «Если хочешь узнать, как, я тебе обязательно расскажу, а пока пойдем отведем детей в парк». Теперь она скажет, «Нет, в парк не пойдем, давай рассказывай мне сразу сейчас, выкладывай все». То есть просят нас провести презентацию без разных отказов. «Может быть, вы знаете кого-то 50-летнего?» «Эй, Джо, я только что узнал, как ты можешь уйти на пенсию на 5 лет раньше с полной зарплатой. Если тебе интересно, я тебе расскажу, а пока пойдем дальше работать». «А он что, пойдет дальше работать после этого?» «Нет, расскажи мне сейчас, оставайся на месте». «Как это работает?» «Или попробуйте, вот что, смотрите телевизор». «Вы смотрите телевизор с вашим другом и говорите, «Слушай, Мэри, я только что узнал, как можно работать 3 дня в месяц и получать зарплату за все 4 недели. Если тебе интересно, я тебе с удовольствием расскажу, а пока передай мне пульт управления телевизором». Она может сразу отдать этот пульт и сказать, «Расскажи сейчас». Или вы можете попробовать вот такой трюк. «Мэри, я только что узнал, как можно на неделю уезжать в отпуск каждый месяц. Если тебе интересно, как это сделать, я тебе расскажу, а пока давай досмотрим телевизор». «Как это возможно?» «Я бы с удовольствием хотел неделю в месяц уезжать в отпуск». «Они просят нас о презентации без отказов». «И вы думаете, хорошо, что еще я могу сказать? Как насчет вот чего?» Допустим, вы говорите с домохозяйкой, говорите, «Эй, Маша, я только что узнал, как домохозяйки в свое свободное время могут зарабатывать больше денег, чем их мужья, ходящие на работу. Если тебе интересно, я тебе расскажу с удовольствием, а пока передай мне, пожалуйста, горох». или «Пойдем в магазин», или «Пойдем проверим, что дети делают». Все очень просто. Поэтому, неважно, какой вы продаете продукт или сервис, все, что у вас есть, если вы вначале начинаете фразу «Я только что узнал», они захотят узнать, что же вы узнали, и без отказа. Это то, что называется, техника называется «ледокол». «Техника, которая позволяет ваше коммерческое сообщение всунуть в ваши социальные разговоры. И ни о чем не надо бояться, все будет великолепно». Дистрибьюторы говорят обычно «Да, я это могу делать практически везде, но правда, так оно и есть». Я, например, еду на машине, решаю заехать на заправку, иду внутрь клерку заплатить за бензин, и говорю ему «Эй, я только что узнал, как дополнительный чек ежемесячный получать?» «Если хочешь узнать, спроси, а пока вот деньги за бензин». Что клерк скажет? «Я хочу дополнительный чек, расскажи мне еще». И я получаю потенциального клиента прямо на месте, который просит меня провести ему презентацию. Ледоколы – это такие штуки, которые очень весело использовать. «Можно их использовать для продуктов и сервисов?» «Да, конечно, давайте сейчас сфокусируемся на возможности». «Вы можете задать вопрос, какие еще ледоколы я могу использовать?» Их много. Но надо понимать, что разница между людьми, которые получают большие чеки, и никаких чеков лежит как раз в них, в этих словах, в этих ледоколах. Если вы используете слово «я только что узнал», вы сразу создаете потенциальных клиентов, где бы вы ни прошли. Попробуем вот что. «Было бы неплохо, если…» Если вы говорите «было бы неплохо, если…» Они фокусируются на том, что вы собираетесь сказать дальше. Они слушают и хотят это сделать, потому что они хотят вас делать счастливыми. Это один из трюков с разумом. Что это делает? Это не звучит опасно, это звучит легко. Я вам дам сейчас парочку примеров. «Был бы неплохо, если…» Вы можете сказать кому-то «Было бы неплохо, если мы бы имели дополнительный чек ежемесячно». Конечно, было бы неплохо, я был бы рад. Как это работает? А все, что вы сделали, вы использовали просто особенные слова. «Было бы неплохо, если…» Звучит достаточно просто. «Было бы неплохо, если бы мы уволили босса?» «Было бы неплохо, если бы вы уволили вашего босса?» Конечно. «Было бы неплохо, начать свой собственный бизнес?» «Было бы неплохо, если бы вы на 5 лет раньше ушли на пенсию с полной выплатой? Было бы неплохо, если бы вы оставались с вашими детьми дома и получали чеки большие? Или было бы неплохо, если бы вам больше никогда не пришлось идти на работу? Или было бы неплохо постоянно перестать толкаться в автобусах и троллейбусах или метро? Было бы неплохо оставаться дома и зарабатывать все деньги, о которых вы мечтаете? Или было бы неплохо, если бы вы зарабатывали деньги, пока вы спите? Или, например, было бы неплохо, если бы вы работали 3 недели в месяц, а получали зарплату за 4 и могли отправляться в отпуск каждый месяц? А как насчет «было бы неплохо, если бы вы на 6 месяцев уходили в отпуск 2 раза в год?» Было бы неплохо, если бы вы зарабатывали в свое свободное время больше денег, чем ваш начальник, полностью посвящаясь о работе. Когда вы говорите, было бы неплохо, если они наклоняются к вам, никакого отказа, и все люди хотят узнать, что же вы хотите рассказать дальше. Поэтому, было бы неплохо, если бы я сейчас научил вас использовать, было бы неплохо, если, каждый раз, когда у вас есть возможность сказать, было бы неплохо, если. Просто попробуйте, было бы неплохо, если, и просто посмотрите, и понаблюдайте, как зажигаются их глаза, как они улыбаются и наклоняются к вам вперед. Если перед вами совершенно новенький дистрибьютор, просто научите этой технике его. Было бы неплохо, если, для того, чтобы люди заинтересовались и наклонялись вперед. Давайте попробуем вот еще другой вариант. Этот ледокол тоже замораживает разум людей, заставляя их наклоняться к вам ближе в желании услышать, что вы скажете дальше. Существует два типа людей на Земле. Когда вы говорите, что существует два типа людей на Земле, их разум замораживается, вы должны это понимать. Все, остановка, со скрипом тормозов, они полностью сфокусированы, услышать то, что вы скажете дальше. Вы говорите, что есть два типа людей на Земле. Те, кто работают очень упрямо каждый месяц на свою зарплату, и те, кто этого не делает и получает полный чек. Я бы хотел получать дополнительный чек. Как же это работает? Когда вы говорите, что существует два типа людей, которые ходят на работу всю свою жизнь для того, чтобы у их начальства были большие дома и чеки, и те, которые знают, как начать свой бизнес в свободное время, для того, чтобы идти на пенсию раньше. Люди обычно говорят, а как же начать этот свой бизнес в свободное время? Расскажи мне побольше. Существует два типа матерей в мире. Те, которым необходимо постоянно отводить своих детей в детский сад, пока они ходят на работу и зарабатывают деньги. И те, которые знают, владеют секретом, как оставаться дома и при этом получать полный чек. Что скажет человек вам? Расскажи больше. Да, существует два типа людей на Земле, которые всю свою жизнь очень много, а потом умирают задолго до пенсии. И есть люди, которые уходят на пенсию раньше для того, чтобы осуществить свои мечты. Существует два типа людей на Земле. Вот это простое утверждение, фраза, замораживает разум людей, и они сразу слушают. Они хотят узнать, что же вы скажете дальше. Поэтому и вам, и мне нужно просто научиться использовать эти ледоколы для того, чтобы люди приходили к нам. Это одна маленькая вещь, которую мы можем узнать, научиться ее использовать на шаге номер один. Вы сейчас, наверное, думаете, здорово, может быть, еще есть какие-то ледоколы? Ну, конечно, сотни их существуют на Земле. Но давайте еще несколько раз смотрим. На самом деле, эти ледоколы очень веселые. Потому что иногда мы сталкиваемся с группами, огромными группами негативных людей. В Техасе, где я живу, негативные группы людей – это то, что обычно называется друзья и семья. Если вы сталкиваетесь с негативными людьми, вот что можно им сказать. Вот они все жалуются, они все время о чем-то говорят. И вот в тот момент, как только они набирают воздуха в грудь, вы говорите, «И ты что-то хочешь с этим поменять?» И все. И просто послушайте. Будет два типа ответов. «Да, я бы хотел что-то изменить». «Да, если они говорят «да», то вы можете им рассказать о вашей возможности, о вашем продукте, потому что они понимают, что у них есть проблемы. А также они понимают, что они могут что-то с этим сделать. Все очень просто. Итак, давайте вот что попробуем. Вы стоите с кем-то негативным, кто говорит, «О, у меня нет машины, сейчас мне нужны деньги, чтобы починить, я никак не могу уехать, в отпуск мне босс не дает денег». И когда они делают док, вы говорите, «Вы бы хотели что-то с этим поделать?» Они говорят, «Да». И вот когда говорят, «Да, вы выиграли». «Расскажи мне о своем бизнесе». Все достаточно просто. Какой будет ваш ответ? Какой может быть второй ответ? «Нет, они ничего не хотят менять». И вы знаете, что многие люди действительно не хотят. Люди просто получают удовольствие от того, что постоянно жалуются. Поэтому все, что вам нужно сделать, это попробовать. «О, мне не нравится работа моя. Мне надо очень много упрямо работать. Я откладываю на путешествия». Вы говорите, «Ты хочешь что-то с этим поделать?» «Ой, вы знаете, нам всем приходится много работать. Вот такая жизнь. Нам всем нужно просто страдать. Оставьте этих людей в покое». Вот что я вас попрошу сделать. Пожалуйста, поищите как можно больше негативных людей. Постойте рядом с ними. И когда они делают вдох, вы их спросите, «Вы хотите что-то с этим сделать?» И послушайте их ответ. И если они вам говорят «Да», то просто отбирайте вот этих легких. Те, кто говорят «Нет», пожалуйста, пусть развлекаются дальше. Спросите, «А что еще тебя беспокоит?» Пусть они продолжают беспокоиться, а потом просто спокойно уходите. Негативных людей много. Но когда вы находите негативных людей и задаете вопрос «Хотите что-то с этим сделать?», вы сразу знаете, они хотят что-то с этим делать или не хотят. Если да, то вы говорите с ними о вашем предложении, и все очень просто. Если они хотят проблему свою изменить и починить ее, пожалуйста, подпишите и помогите им. Но если они говорят «Нет», если они наслаждаются быть несчастными, просто оставьте их в покое. Пусть они наслаждаются своим одиночеством. Это все очень просто. Поэтому вторая вещь. Помните, найдите негативных людей, послушайте на их жалобы и скажите волшебные слова. Ты бы хотел что-то сделать с этим? Наверное, вы сейчас думаете. У-у-у, негативных людей очень много, наверное. В Техасе, где ты живешь, Большой Элла. А я живу в стране, где все очень позитивные. Но, хорошо, давайте найдем ледокол для позитивных людей. Если они очень позитивные, наша работа сделает их негативными. И это вы можете сделать очень просто. С любым человеком сделать его негативным, используя вот эти следующие слова. Вот вы встречаете человека, который говорит, «О, я обожаю свою работу, дети у меня великолепные, о, мое любимое пиво всегда в продаже, все так замечательно». И в тот момент, когда они делают вдох, вы просто им говорите, «И вы им тогда скажите, какие твои две самые большие проблемы?» «Так у меня нету двух больших проблем». «А, ну, конечно, начальник меня ненавидит, мне приходится работать, я пропустил концерт моей дочери, я не получил зарплату». И вот они начинают жаловаться, они становятся негативными. И тогда вы говорите, «А ты бы хотел что-то с этим поделать?» «Просто спросите, каковы две самые большие проблемы в карьере?» Или с детьми? Или две самые большие проблемы с работой? Или две самые большие проблемы с работой ночью? Просто послушайте, как люди будут жаловаться. И вот вечером вы пьете кофе, к вам подходит официантка, приносит ваш кофе, и вы говорите официанке, «Каковы ваши две самые большие проблемы работы по вечерам?» И послушайте, как она расскажет, что у нее болят ноги, что она не может увидеть своих детей, которые пришли из школы, она не встречается с друзьями, и так далее, и так далее. И вы ей говорите, «Хочешь что-то с этим поделать?» Если она говорит, «Да, просто поговорите с ней о вашем бизнесе». А если она говорит, «Нет», то неважно, как бы вам она не сказала, «Нет, мне эта работа нравится, оставьте ее в покое, не нужно к ней приставать, вы завершили свою работу». Вам необходимы люди, которые скажут, «Да, я хочу что-то с этим поделать». Вы можете это сделать? Поэтому вот что значит, если вы встречаете позитивных людей, вы можете их сделать негативными, а если встречаете негативными, все, что вам нужно, это спросить, что-то хочешь с этим поделать или нет, и все, бизнес закончен. Вы получаете кучу людей, которые просят, умоляют вас о вашей презентации без отказа. Ледоколы – это так просто, но что еще я могу сделать, чтобы заставить больше людей просить меня проводить презентации. Я хочу все больше и больше потенциальных клиентов. Давайте попробуем вот что. Я могу поспорить, что вы хоть раз в жизни были на вечеринке. И вот что говорят люди на вечеринке, когда вас встречают первый раз? Они говорят, «О, привет, где ты живешь?» «Как тебя зовут?» «И чем ты зарабатываешь себя на жизнь?» Когда вы задаете вопрос, «Чем ты себя зарабатываешь на жизнь?» Эти слова замораживают разум людей. Замораживают разум людей, они хотят узнать, как же вы зарабатываете на самом деле. Давайте предположим, что у вас вечеринка. И вам кто-то говорит, «Чем ты занимаешься?» Вы говорите, «Я работаю в замечательной компании, с замечательным продуктом, с замечательным отец-основателем». В этот момент они, наверное, просто отвернутся и начнут разговор с кем-то еще, кроме вас. Но что, если вы измените ваш ответ, используя несколько из этих волшебных слов? «Я показываю людям, как». Когда вы говорите, «Я показываю людям, как», вы практически начинаете вашу презентацию. Человек хочет услышать, что же вы делаете на самом деле. Хотите послушать, как это звучит? Итак, вы на вечеринке. Вы подходите ко мне и говорите, «Чем ты занимаешься?» Вы говорите, «Я показываю людям, как зарабатывать дополнительный чек каждый месяц». Что они скажут? «Вау, а как это работает?» Я показываю молодым мамам, как оставаться дома с детьми и зарабатывать дополнительный чек. «Чем ты занимаешься?» Все преимущества, которые мы использовали до того, мы можем использовать в этом ответе. Я показываю людям, как зарабатывать больше денег, чем их начальство, ходя на работу, в свое свободное время. Люди начинают умолять вас, чтобы вы проводили презентацию. Это можно добиться получить каждый раз, когда вы встречаетесь с людьми. Просто используя фразу «Я показываю людям, как...» Вы не можете сказать, что «У, я занимаюсь сетевым маркетингом». Почему бы нет? «Чем ты занимаешься?» «Я учитель». А также я показываю людям, как получать дополнительный чек ежемесячно. Или «Чем ты занимаешься?» «Я водитель грузовика». А также я показываю людям, как получать бесплатный дополнительный отпуск ежегодно. Я работаю в офисе. Но я также показываю молодым мамам, как получать дополнительный чек. Расскажите им о своей профессии, а также, чем вы занимаетесь. Для того, чтобы получить ответ, расскажи мне побольше. Существует большое количество вот этих науков в шаге номер один, который называется «Ледоколы». Заставлять людей приходить к нам и умолять нас о произведении презентации. У меня к вам вопрос. Есть вообще смысл в том, чтобы научиться этому шагу номер один? Конечно. Мы хотим научиться, как проводить презентации. Одноминутные презентации. Как говорить с потенциальными клиентами. Есть куча вещей у нас для людей, у которых нет предрассудков или этой негативности. Мы хотим научиться, как проводить презентации, рассказывать шипящие истории. Эти все навыки мы должны получить, научиться, чтобы бизнес работал. Но если вы хотите заниматься этим бизнесом в качестве хобби в свое свободное время, может быть, не все вам нужно из этого изучать, но если вы хотите серьезные большие деньги зарабатывать, вам надо отточить ваши навыки, чтобы он был веселым и легким для вас. Сделайте себе обещание научиться этим навыкам. Приходите на конвенции, приходите на тренинги, изучайте новые вещи. Потому что те вещи, которых мы не знаем в настоящий момент, может быть, они нам могут дать новые результаты и новое вознаграждение. Поэтому я очень надеюсь, что вы что-то писали и делали записи во время этого короткого видеосообщения. Поэтому давайте поровнем. «Было бы неплохо, если...» Или «Было бы неплохо, если бы вы сказали, я только что узнал». Или «Было бы неплохо, если вы научились говорить, я показываю людям, как...» Если вы описываете, чем вы занимаетесь. Или «Было бы неплохо, если вы встречаете негативных людей, и в какой-то момент, когда они берут воздух в грудь, сказать им, что ты хочешь сделать с этим? Научитесь этим навыкам и смотрите, как ваш бизнес будет развиваться. Меня зовут Том Шрайтер. Спасибо за то, что вы меня послушали. И надеюсь, с вами скоро увижусь снова. Продолжение следует... И я hope to see you on another session.